Сейчас недельная глава Толдот. Это единственная глава, посвященная нашему отцу Ицраку. И из этой главы тоже большая часть занята Яковом и Исабом. Это Толдот, Ицрак бен Абрам. Дети Ицрака сына Абрама. Абрам родил Ицрака. Раша говорит так, что, тут подчеркнуто, что Бог сделал специально Ицрака очень похожим на своего отца Абрама. Были насмешники, ведь царя была захвачена Абрама. Были насмешники, которые говорили, что это Абрама. Так Бог сделал специально, что вид Ицрака был очень похож на Абрама. Ицраку было 40 лет. Когда он взял Абрама, он писал Абрама. Дочка писала Абрама. «Ми пада на Ром, и пада на Ром». А хей из Лавана Абрама был еще. Сестру Лавана Арамейского, Зевжон. Раша говорит, тут подчеркивается достоинство Ривки. Потому что факты мы же уже знаем. Что же подчеркивается тут? Дочка Псуева, сестра Лавана. Они были себя недостойными. Лаван был известным обманщиком. Падана Ром было много обманщиков. А Ривка была себя достойной. Ваеетар, так... Ваеетар Ицхок ладиной вонехах Ишты. Ицхок молился Богу напротив своей жены. Кякоро Ишна бездетная. Ваеоса ладиной. Бог принял его молитву. Ваатар Ривко Ишты. Ривка стала беременна. Интересное слово Ваеетар, это значит, что он много молился. Есть интересный геморран. Почему наши матери были бездетными? Чтобы они больше молились. Бог хочет и любит молитву цадыки. Бог хотел, чтобы они молились. И она стала беременна. Мои строительцы обонимы Кирбо. Стали толкаться дети внутри нее. Медраж говорит это очень красочно. Что когда проходила возле места учебы, там где был Шейм, Ивер. Яков толкается выйти, хочет выйти. Проходит возле дома и до упакованства. Исов хочет выйти. Матыма сказал, Инкин, зачем Рома Зеленыха? Зачем это мне? Зачем это я? Зачем мне это надо? Да. Если родится такой ребенок. На тырах пошла лидрышаться одной, искать Бога. То есть она не знала, что это два? Есть несколько объяснений. Есть говорят так, что она пугалась. Что это такое? Это тот же танцует и здесь, и там. Что это такое? Когда ей сказали, что это два, тогда она успокоилась. А так один идет и туда, и сюда. Что это такое? Она пошла искать Бога. Пошла к пророку Шему. Можно спросить. И ее муж Яцхак. Ее муж Яцхак был тоже пророком. Может быть, не знаю почему. Ей было более, не знаю, приятно. Почему-то ей было легче спросить у кого-то другого. Она спросила у пророка Шим. Во имя одной Господь сказал Бог ей. Два народа в твоем животе. И два народа, мимия их от твоих внутренностей, как они выходят, и по рейду разделятся. И они будут иметь постоянную взаимную борьбу. Народ от народа будет сильнее. То есть, либо один вверх, тогда другой вниз. А если, наоборот, тот вверх, то этот вниз. Вера в явицу ир. А старший будет служить младшему. То есть, основная линия будет, старший будет служить младшему. Интересно. Весьможно было написать более четко. Вера в явицу ир. Тогда было совершенно четко. Фраза в явицу ир. Основное ее содержание, перевод. Старший будет служить младшему. Но может быть и наоборот. Можно читать и наоборот. Основное будет, что старший будет служить младшему. Наоборот. Наполнили ее дни к рождению. В Индии с именем было видно. А вот двойняшка в ее животе. Когда пишут в Индии. Это, как говорится, новость, неожиданность. А почему с именем написано неполное написание. Без альфа. Потому что один был цадык. Один рожан. Во яйце его решень отмени. Первый вышел красноватым. Кулы и кадеры сцейор. Весь подкрыт волосами, как шуба. Воикрушмы Исов. Его назвали его имя Исов. Значит, он уже сделанный. Он уже как взрослый. Готовый. Вахры и хейн. А потом. Йоца Охив. Вышел его брат. В Йоды и Хезес. А рука его хватала бакев Исов. Пятых Исава. Воикрушмы Яков. Назвал его имя Яков. Воикрушму Якову. Воикрушку Якову было 60 лет, когда он родил их. То есть, когда Яков женился, ему было 40. А когда они родились, ему было 60. То есть, это 20 лет после свадьбы. По обмитрашу, который приводит Раша, что ей было 3 года, то, прежде всего, ждали до ее совершеннолетия 12 лет. Только потом она может рожать. И потом, когда прошли годы, и она не рожала 10 лет, тогда стали сильно молиться. И получается 20 лет. Десять лет до совершеннолетия, 9 лет до совершеннолетия, и потом еще 10 лет, 11, и потом беременность. По мнению Тософоновича, ей было 14, так в принципе она могла бы рожать уже сразу, но долгое время она не рожала, пока родила через 20 лет. Ва-игдого анорым. Мальчики выросли. Ва-игдого анорым. Мальчики выросли. Ва-игдого анорым. Сиди в палатках, сиди, учил. А Исо охотился, был в поле. То есть пока они были маленькие, не было заметно между ними разницы. Когда они выросли, тогда это было видно. Боя в яйцоке Исо в кицейд бефиф. Любил яйцок Исава, потому что охота в его роту. Умклес говорит, что он приносил ему охоту. А охота Исава он давал папе есть. А Раша приводит еще медраж, что он был как бы охотником, а обманывал папу. Он показывал папе, какой он хороший. Я говорю, как, папа, а как надо отделять Маасер? А как отделять Маасер от Соломы? Действительно от Соломы как отделяют? А как от Соли? Вопрос по-настоящему ведь не надо. Но выглядит, что он хочет все делать наилучшим образом. В Ривко, а Ривко и Эвес из Якова любили Якова. Может быть, по-простому Ривко, которая жила в связи обманщиков, лучше понимала фальш Исава. А Исава думал, что он простой, не очень учится, но простой, добрый. Так Исава его принимал. Моя зодьяки вносит, сварил Яков похлебку. Моя зодьяки вносит, сварил Яков похлебку. Моя зодьяки вносит. Исав пришел с поля в воде, он уставит. Раша приводит медраж, что это когда Авраам умер. Ему было 175 лет, Аврааму. А братикам Якова и Исава было по 15 лет. Так и Яков сварил похлебку. Исав пришел с поля в воде, а он устал. Медраж говорит, что он тогда был в поле. И вышел спор между ним и Нимродом. И была до Эли, и он убил Нимрода. И он был устал от этой битвы. Во имя Исава Якова. Исав был устал, сказал Исаву Якову. «Алитэнино, дай мне есть, напои меня, налий мне в рот». «Алитэнино». Есть гемора насчет животных, молитвы. Ему всовывают в рот. «Мино оде ма оде мазе». От этого красного-красного. Чечевичная похлебка, когда ее варят, выглядит красной, красноватой. То есть он даже не видел, что он ест. «Мино оде ма оде мазе». Красного-красного. Видел только цветки. «Ой, фанехи». Потому что я устал. «Алкин поэтому корошмей Эдым». Назвали его имя Эдым. Медраж говорит, что он красный. Его земля красная. Его знамя красное. И так далее. Красное. Помните, кто был красным? «Во имя Яков сказал Яков. Мехро хаим. Продай мне, как сейчас. Твоё первенство ли ко мне». «Мне. Продай мне». «Во имя Раисус» сказал Раисусу. «Я иду умирать». «Зачем мне это первенство?» «Мне. Смотрите. Видно, ясно. Он спрашивает, зачем мне это?» «Тогда, после дарования Торы, первенец берёт две доли в наследстве. А тогда этого закона… Тогда этот закон не действовал. Так что же было первенством?» «Первенство было…» «Духовных вопросов он имел преимущество. Когда кто-то надо было приносить жертвы, он приносил. Так это было что-то такое, как говорится, виртуальное, не что-то практическое. Так зачем мне это? «Во имя Раисус» сказал, «Яков Ишоболи, поклянись мне, каим, как сейчас». «Во имя Раисус» поклёлся. «Во имя Раисус хиросы продал его первенство, Яков, Яков. «Во имя Раисус, Яков дал Исабу лехам хлеб, унизи на душем, похлёбку чечевицы, воехал, воехал, поел, попил, воехал, воехал, встал и пошёл. «Во имя Раисус и Исабхиро». Исаб призрял первенство. То есть не то, что он продал, потому что он нуждался в деньгах или нуждался в еде. Он призрял, это у него не занимало места. Это было, как говорят, его право на первенство было, как собака на сене. То есть он сам это не собирался делать, но мог мешать Якову это делать. Так Яков предложил ему продать. Это наподобие. Человек видит свиток Торы, редкие рукописи больших людей, и это валяется в каком-то сарае, у какого-то, я не знаю, у казаха, у украинца. Это, конечно, и никто этим не пользуется, конечно, стоит предложить ему деньги, чтобы купить. «Хасидская история» и кто-то спрашивает, а сколько стоит первенство? Дорого или дешево? Первородство. Хасид рассказывает такую историю. Был один хасид, и он был в стесненном положении, должен был выдавать замуж дочку. Ну, пришел к Рэбе. Рэбе, что мне делать? Знаешь что, у тебя сколько есть денег, я не знаю, там, допустим, рубль у тебя есть, хорошо. Первый бизнес, что тебе попадается, покупай. Он пришел к какой-то постоялый двор, видит там разные люди, говорят о этом бизнесе, об этом рассказывают между собой. Ну, он следит, что он там может делать у него, никогда и бизнесом не занимался, и денег у него нет, и практики нет. Только один объявляет, знаешь, я готов продать мой Огам Хаба, будущий мир за рубль. Ой, вспомнил слова Рэбе, подбежал, говорит, я готов. Подошли люди, подписали, написали, отдал, отдал ему рубль, имеется, сейчас купил. Тот человек поехал домой, рассказывает о своих делах, и между прочим, ты знаешь, я сделал, я получил еще прибыль, получил еще рубль. Что? Продал свой Огам Хаба в будущем, и получил рубль. Жена ему говорит, я знаю, что ты мой небольшой цадыг, но с мужем, которого нет Огам Хаба, я не собираюсь жить. Огам Хаба, этот хасид подумал, семью терять не стоит, он побежал к тому хасиду, говорит, дай мне, вот знаете, рубль обратная, дай мне документы, послушай, ты уже мне продал, теперь это мой товар, по какой цене, это уже другой вопрос, ты мне уже продал, это мое. Тот говорит, знаешь что, на тебе 50 рублей, и отстань от меня. Говорит, да нет, я не готов. И мы с вами, так они торговались, ну, семья была для него важна, и он дал, сколько тому там надо было покрыть расходы свадьбы. Рассказывает, не знаю, тот человек поехал, или тот вместе с хасидом, как бы, или же жена поехала, а сколько, а сколько так и стоит у Огам Хаба, моего мужа? Вы смотри, в момент, когда он его продал, может быть, рубля он не стоил, но сейчас, когда он помог выдать, выдать эту еврейскую девушку замуж, и это было ему важно, сейчас это стоит намного больше. Вопрос, сколько стоит товар, нет, что я хотел сказать из этого, самой истории, я не знаю, была, не была, но само то, сколько стоит, это оценивается, как человек это оценивает, хозяин этого, как он оценивает это, сколько это стоит. Давайте перейдем дальше, чтобы мы успели, основные, основные темы. Я читаю 34-е предложение 26-ой главы. Войне Иисов, Иисов был Бен Арбой Мшона, ему было 40 лет. Войне Кахиша взял жены из Иуды, из Бейри Ахиты, из Иуды, из дочки Бейри Хиты, из Бос Мас, и Бос Мас, из Илэн Ахиты, из дочки Илэн Хиты. То есть, они Хиты, это из Хананьянов. В Атиену Мирас Руах, они были, делали неприятного, ницелкового рывка. То есть, они служили этого. Метраж говорит про Исаава так, что линия его была двуличная, значит, такой внешний воск и внутренняя гнилость, испорченность. Это Исаав. Исаав, вел себя недостойно, и все годы он не вел чистую жизнь, а потом он говорит, знаешь, папа женился 40 лет, я тоже женюсь 40 лет, я как папа. И он взял Хананьянок, и это было неприятно, папе и маме, ницелковые рывки. Я думаю, я все-таки расскажу своими словами про то, что тут рассказывается именно про Иссака. Про Иссака рассказывается несколько событий. Одно рассказывается, одно из событий, рассказывается, что, 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 пока яицок жил тихо, не выделялся, все было нормально, а когда он стал расти, и стал богатым, очень богатым, много скота, мелкого, крупного, большое производство, филистинляне стали ему завидовать. Это тоже говорит, как у еврейского народа в изгнании. Пока они незаметны, зачастую их не трогают, а если они слишком высовываются, тогда начинается проблема. И они сказали, иди от нас. Ты стал, ты стал сильнее нас, очень. Словом имену можно перевести двояко. Можно перевести, ты стал сильнее, богаче, сильнее нас, богаче нас. А можно перевести, ты стал богаче за наш счет. Слышали это? За наш счет. За счет. Богатство нашей страны, ты разбогател, естественного богатства. Это то, что они сказали, яйцок, иди от нас. Так яйцок, написано, что он копал колодцы, которые филистинляне закопали после смерти Авраама. И назвал их имена, как папа их назвал. Так там написано, они копали в долине, и нашли там колодец живой воды. Спорили пастухи Грага с пастухами Иисова, вода наша. Это наша территория, вода наша. Назвали им имя этого колодца Исек. Они занимались с ним. Затем они выкопали другой колодец, спорили на это тоже. И назвали этот колодец Сидна, мешают. Он оттуда перешел, 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 выкопал другой колодец, и не спорили на это. Назвали это ее имя Роховод. Теперь Бог расширил нам, и мы расположимся в земле. Как Тора нам рассказывает? Рамбан анализируя эту историю, спрашивает, что тут особенного, и что тут Тора нам сообщает. Рамбан говорит так, что Тора нам рассказывает именно то, что имеет отношение в дальнейшем к судьбе еврейского народа. То, что было с отцами, происходит здесь, происходит потом с детьми. Так колодец, о котором здесь идет речь, это храм. Еврейский народ, почему из колодца выходит живая вода, из храма выходит служение Богу, Тора, выходит из храма живая вода. построили первый храм, и стали этим заниматься, стали спорить. И Павелонский царь Навуходоносор, он не моментально разрушил храм. Сначала Он захватил, сделал договор, выполняете договор, не выполняете, восстаете против меня, занимались, занимались. Это первый. Первый колодец, это первый храм. Написано, мы сразу же выкопали второй колодец, выкопали второй, это второй храм, второй колодец, это второй храм, и назвали Ситна. Вот тут очень интересно, слово Ситна упоминается в начале постройки второго храма, самаритяне послали донос против евреев, и они писали так, что если тут будет построен храм, то не будет мира на Ближнем Востоке, в этом районе, в этом районе нормального мира и спокойствия не будет, и самое интересное, что свой донос так и называется Ситна, Ситна это, написали донос. Так это второй колодец, это в аллегории это второй храм, оттуда он перешел и выкопал другой колодец, на него не спорили, назвали это место Рохобот, расширили, теперь Бог расширил. То есть потом, после второго храма, и тут написано, между первым и вторым колодцем не написано, что он отдалился, сразу один за другим, между первым и вторым храмом было только 70 лет, между вторым и третьим проходит много времени, так построят третий храм, и там будет простор, никто спорить не будет. Ваихи кизокинь яцок. Было когда яцок застарился. Глаза его замутнели от того, что он видел. Воикро позвалось Иису Бне Гагоду, Иисус его старшего сына. Воемир Его сказал ему, Бни, мой сын. Воемир Его сказал ему, Иненни, вот я. Воемир сказал, Иненни, вот я застарился. Что он вдруг так беспокоился об этом, почему? Ему было тогда 123 года, и это было в интервале пяти лет от возраста, когда умерла его мама Сара, ей было 127, в интервале пяти лет от папы или от мамы есть опасения, Иисух сказал, я не знаю, день моей смерти, а теперь наточи-ка твои орудия, тель-ехо, твой меч, тель-ехо буквально, который ты вешаешь, это меч, который вешают, на... в каштеху ирук, в цей асоде, выйди в поле, в цуду лицоид, слави мне охот, сделай мне блюдо, как я люблю, во вели, принеси мне в эхэйло, я поем, чтобы я богословила моя душа перед тем, как я умру. Почему это Иисух так просил Исава, что он пошел постарался, славил охоту, сделал вкусные блюда, как он любит и принес ему. когда он хотел дать богословление Исаву, дать богословление сыну, но богословление имеет силу, когда это идет в прямой связи, что он делает митцву, доброе дело, обслуживает папу, робит для охоту, готовит блюдо, приносит. Тогда браха, богословление, не имеет особой силы. Миривко шимас, а Ривко слышал обедабель Яцок, элэйсо бны, как Яцок говорил к Исаву его сыну, баилу Хэйсо басоды, Исав пошел в поле, в отцу цаиц, славить охоту, гыгови, принести. Что прибавляет слово «гави принести»? Очень просто. Изначально он шел ловить охоту. То есть, почему ловить охоту? Чтобы это было не ограблено, а просто ничего, славить охоту. Но он намеревался идти ловить. А если не получится, в любом случае принести, даже ограбить и принести. Миривко сказал, как Яцок и сыну говорила, «И не шума тиасовихо? Вот я слышал твоего отца, медабэр элэйсо бахихо гэмэр». Говорит, кэйсаво твоему брату, Говоря, «Овио лицаид, принеси мне охоту, васей ли ма-тамим, сделай мне блюдо, вэхэр ойя паеем, вавархо я тебя бухасхаблю лепны аддиной перед Богом, лепны мэйси и перед моей смертью». Говорит, а теперь мой сын, шмабэ кейли, слушай моего голоса, раше анима цаво иссох, что я тебе велю. Смотрите, чтобы раха имела силу, это должно быть связано с митцвой. Так ведь митцва, почитание папы, тут не может быть, папа же об этом не знает. Митцва, почитание мамы, я тебе велю. Иди, пожалуйста, к мелкому скоту, выкакли мишом, возьми мне отсюда шнейгдо еизим тывим, двух хороших козлят, вэс эйсо матамим, я сделаю их блюдо, ловихо твоему отцу, кашар ойев, как он любит. А, вопрос, знаешь, как он любит? Он же послал Эйсава принести охоту, а он принесет козлятину. Говорит Раша очень просто. Вкус козлятины и вкус оленя очень близки. Вэйвэйсэго вихо вэохо, принесешь твоему отцу он поест, бабу Раша его рэхахо, что он тебя богословил, вне имейся перед его смертью. Мое имя Якоб Ривко имей. Скал Яков Ривко его маме, и нэйсав, ох еш сойер, эйсав мой брат, он волосатый человек. Бо нэх, а я еш холок, я гладкий, то есть у меня кожа гладкая, нет особенно волос. Наверно волоса есть, но не волоса, которые щупаются. Угай и мужчины ови, может папа меня пощупает, вэйсэ вэйновки мсатэя, я буду его глазах, как кабанщик. Вэйвэйсэо гайку ло вэлэ врохо, я приведу на тебя проклятие, а не богословление. Патэймэр гэ имя, сказал его мама, огайки урос хобни, на мне твое проклятие мой сын. Ах, шмабы кейли, но слушай моего голоса, вэлэхкакли, иди возьми мне. То есть я беру на себя полное ответственность. Смотрите, почему Ривка это сделала? Ривка видела поведение Исава очень недостойное. Он грабил, хватал чужих жёны и так далее. И она понимала, что в действительности не подходит, что ему давали браху. Сейчас мы разберём это более широко, почему. Теперь. Так она... Теперь, у неё было два пути. Или сказать это мужу несколько упрямо рассказать, или идти тем путём, что она шла. Мог бы он говорить, что у неё даже и времени не было говорить с Исаком. Потому что Исав уже пошёл в поле. Не было времени даже. Воилых воиках он пошёл, взял, воёвил имя, принёс маме. Он боялся, не хотел. Но послушал маму. Матас имей Матамим. Мама его сделала блюдо. Кашер оив овив. Как папа любил. В матиках Ривко взяла Ривко из бигда Исава в ноя году Рахамудис. Одежда Исава её старшего сына, прелестная, Ашарито Бабайис, который у неё с ней дома. Маталбиш оделась Яков Бноакотн. Яков её сына младшего. Вес Эйрес, ашкуры, кдо иоизм, козлят, и убишу ал-йодов, надела на его руки, и ухал кастаборов на гладкую шею. Там же Исава были волосы. Я понимаю, волосы были густыми. Матитнеса Матамим дала блюдо, и с орехами хлеба, что она сделала, пият Яков Бноакотн в руки Якова её сына. Ваёве Овив пришёл к папе, во имя Овив сказал папа, сказал папа, во имя Овив сказал, и ныне вот я. Ми отобни, кто ты мой сын? Во имя Яков Овив сказал Яков к папе, о нейхи, эйсов херехо. Видите, Яков хочет как-то, даже если нужно говорить неправду, чтобы это не было так прямая неправда. Он делает по интонации, это два кусочка. Я, Иисус твой старший сын. Вот если я сделал, как ты говорил мне, встань пожалуйста, садись, и иди от моей охоты, бавурт варахани на вшехо, чтобы тебя богословила моя душа. Во имя Яцхо к обны, сказал Яцхо к сыну, своему, что ты так поторопился принести, мой сын. Во имя сказал, сделайте встречу, Бог твой Бог передо мной. Во имя Яцхо к Якову, сказал Яцхо к Якову, кшонова мушка мне, подойди, я тебя пощупаю, мой сын. Иисус говорит, ты ли это мой сын, Иисус или нет? Иисус говорит более так, мы грубо, а тут Яков упоминает имя Бога, говорит деликатно, что-то это странно. Во имя Якова, я понимаю, что голос их был похожий, но он говорит как-то слишком деликатно, не похоже на Иисуса. Во имя Якова, подошел Яков Иисус к его отцу, во ему шею пощупал, во имя сказал, а кол кол Яков, голос голос Якова, во имя руки, иди Иисус, руки Иисуса волосатые. Он его не узнал, потому что были его руки, как руки его брата Иисуса волосатые. Во имя Якова, он сказал, он не, я, видите, он тоже не говорит, я Иисус, я. Понятно, что слышится, что это Иисус, но поменьше говорить неправда. во имя, сказал, поднеси мне, я поем от охоты моего сына, что тебя благословила, моя душа, поднес ему, поехал, поел, принес ему вино, и попьем. Принес ему эту еду, и принес ему вино, попьем. Во имя Якова сказал ему, Иисус, его отец, подойди ко мне в школе бни, поцелуй меня, мой сын. Во имя Яков подошел, поцеловал его, в Айорах, запах его одежды, во имя Богословил. Во имя сказал, посмотри, запах моего сына, как запах поля, что Бог благословил это поле. Как запах поля, Раша говорит, что это яблочное поле, приятный, хороший запах. А вот теперь, сама Браха, богословление. Чтобы тебе Бог дал, от росы неба, и от жирных мест земли, много зерна и вина. Я в духу Амим, чтобы тебе служили народы, чтобы тебе поклонялись, народы. Будь господином твоим братьям, чтобы тебе поклонялись, сыновья твоей мамы. Иререхо орур, умбарахахо барух. Кто тебя проклинает, он проклят, а кто тебя богословляет, богословлен. Это богословление, которое Истхок дал своему сыну Якову, которое он сам предназначал, кому дать? И сам. А Ривка мама закрутила так, чтобы это богословление досталось Якову. Давайте сейчас разберем тему богословления и попробуем это понять. Во-первых, Богословление на две темы. Первая это изобилие, много росы, много зерна, вина. Второе, второе, это власть и удача в войнах. Тебе будут, тебе будут служить народы. Тебе будут поклоняться. То есть ты будешь, будешь иметь власть и руководство над другими. А теперь давайте прочитаем второе богословление, которое Яков получил от Папы несколько перед выходом в Харан. И второе богословление он ему дал, зная, что он Яков. А? Я читаю это в 28 главе третье и четвертое предложения. «Бог всемогущий, что у тебя богословил, расплодил и размножил. Ты станешь лекалами массой народов. То есть, чтобы у тебя вышел великий народ. Расплодил и размножил, станешь массой народов. Массой народов очень просто. Каждое колено — это как народ. 12-го лет. 12-го лет. Ты наследовал землю твоего проживания, Ашаносного Гимла Аврааму. Чтобы Бог дал Аврааму. Чтобы Бог тебе дал богословление Авраама. Что я тебе сделаю великим народом. Чтобы то, что Бог обещал, дал браху Авраама, что выйдет великий народ, он выйдет из тебя. Великий народ выйдет из тебя. Это он дал Якову. И, что землю, которой Бог обещал Аврааму, так это будет твоим потомком. Это богословление он дал Якову, зная, что он Яков. То о каком же богословлении шла речь, которой Ицхо хотел дать Истабу, она пришла к Якову. О каком богословлении идет речь? Молбин говорит так. Речь не шла, что он будет продолжателем дела Авраама. Это он дал ему потом, зная сон Яков. И не о том, чтобы он наследовал эту святую землю. Речь шла совсем о другом. Ицхо и Ривка разделились в мнениях в подходе в личности Исава. И, соответственно, этому пришли к разным выводам, кому дать браку. Ицхо смотрел на Исава. И тут же вопрос. Даже Исав, он ведет себя достойно и хорошо, но все-таки Яков духовно выше. Почему же эту браку Ицхо собирался дать именно Исаву? Очень просто. Речь шла, знаете, о каком богословлении? О богословлении материальном, о материальном изобилии, что все хорошо росло и победе в войнах и власть. Ицхо считал так. Исав и Яков, они братья. Яков занимается духовным, изучает Тору. Исав тоже занимается охотой, практическим, материальным. Давайте сделаем между ними, как говорят, разделение функций. Если Яков, Яков, который занимается духовным, кто-то должен ему... Трудно, когда один человек занимается всем, и материальным, и духовным. Давайте разделим функции. Исав будет заниматься материальным и за себя, и за Якова. И он будет помогать Якову. А Яков будет заниматься духовным. И тем духовным, что он делает, будет в этом доля Исава, которая ему в этом помогает. И Яков будет лучше, что... Он освободится от заботы о материальном. От заботы обрабатывать землю, собирать плоды и так далее. И если надо воевать, воевать. Он освободится от этого. А Исав выиграет. Он будет партнером Якова в духовных вопросах. И он займет важное и почетное место в доме Ицхака. А? Прекрасный план, нет? Это был план Ицхака. То есть план был не продолжателем дела Авраама. Не об этом шла речь. А... Шла речь о двух сторонах. Во-первых, изобилие. И во-вторых, удача в войнах и власти. Так давайте это передадим Исаву. И Исаву, это Враха будет на двоих. Он будет этим заниматься. И будет помогать Якову. Яков освободится от заботы. Пахать, обрабатывать землю. И если нужно воевать, он тоже не должен будет воевать. Он освободится от материальных забот. И может быть, сможет заниматься больше духовным. Это был план Ицхака. А почему же Ривке он не понравился? План хороший. Ривка понимала больше внутреннее содержание Исавы. Ицхак видел в нем простого хорошего сына, который занимается охотой. Ривка видела глубже его внутреннее содержание. Она поняла, что если дать такое богословление Исаву, ему и в голову не придет делиться своим богословлением с Якову. Скажите, а с какой стати? Вы что, не слышали? Кто не работает, тот не ест. Слышали или нет? С какой стати делиться, скажите? И тем более, когда у него все идет удачно и хорошо. Такие люди тогда становятся еще более гордыми. И скажите, с какой стати делиться с кем-то то, что я заработал своим трудом и своим потом? Скажите, зачем? Это то, что понимала Ривка. Поэтому она посчитала, что у Якова должна быть своя браха на материальную базу, независимо от Исава. То, что Исаву хотел дать это богословление, как говорят, на двоих, это Ривка понимала, что это не сработает. Продолжение следует. Продолжение следует. Когда Исава кончил благословлять Якова, когда Исава кончил богословить Якова, Яков только вышел от лица Якова к его отца, а Исава его брат пришел к своей охоте. Он тоже сделал блюдо, воевый ловив, принес папе. Во имя ловив, сказал папе, «Йок умови въехал! Пусть папа встанет и поест, от охоты его сына, чтобы меня богословила его душа». Во имя ловив, сказал ему Исава его папа, «Миа, миото, кто ты?» Во имя сказал, «Ани бинхов хер хо эйсав? Я твой сын, первенец эйсав?» Во их родицы хородок, где его отмейт? Исава содрогнулся в большое содрогание. Во имя сказал, «Мейф, кто это?» Атсо Ца исхавил охоту, во Йовели принес мне, во ихал Микел, я поел от всего, перед тем, как ты пришел, во врахею, я его богословил. «Гам борух е!» Пусть он так и будет богословлен. Видите, Исава подтвердил его враху, «Гам борух е!» Он будет богословлен. Кишмея Исав, когда услышал Исава дивры овец, на его папе, «Воицак цоко!» Закричал крик, «Дейло уморо адмейт!» «Великую и горькую очень!» «Во имя лови!» Скал папе, «Борохени гамони овец!» «Богослови меня тоже, папа!» «Во имя!» Он сказал, «Боохиха обе мирмо!» Пришел твой брат с хитростью, «Воиках забрал бьохосехо!» Твое богословление!» «Во имя!» Он сказал, что это? «Ахи корошми Яков, и назван его имя Яков, «Во яквине зефа амайем!» Он меня обманул дважды, «Эспхироси локах», «Мое первенство взял», «Венеяты локах оберхоси», «А теперь забрал мое богословление!» «Во имя!» «Моимар сказал, «Ага я оставил Талиф Брохо!» «Ты же мне оставил богословление!» «А!» Раши приводит медраж, что Яцех пугался, может он сделал не по правилам, что он благословил младшего раньше, чем старшего, когда Яцех ему говорит, он мне продал первенство, первородство, «А!» «Так я же сделал верно!» «Я дал тому, который называется старшим!» «Яков сейчас старший!» «Во имя Ицех, ответил Ицех во имя Ицех, сказал Ицеху, «Энгвир сам делал!» «Я его сделал господину над тобой!» «Во имя Ицех, все братья, дал ему в рабство!» «Я его сделал, и я сделал ему опору!» «Что я тебе сделал, мой сын?» «Во имя Ицех, эловив!» «Скал Ицех папе!» «Абрах ахас иуха овив!» «Только одно богословление у тебя, папа!» «Борохэнегамони овив!» «Богослови меня тоже, папа!» Ицех поднял свой голос и расплакался. «Во имя Ицех овив!» ответил Ицех его отец и сказал ему, «Инэй, вот мишманы орыц!» «Жирные места земли будет твоё проживание!» «Изросы неба сверху!» «Во имя Ицех, мечом будешь жить!» «Весохи хотавит!» «Брата будешь служить!» «Будет, когда ты можешь жаловаться на него!» «Уфоракту улы!» «Снимешь его ярмо!» «Мялцам орехо твоей шеи!» «Когда ты сможешь жаловаться на него!» «Когда Яков будет нарушать Тору!» «Тогда сможешь жаловаться на него!» «И сможешь сбросить его ярмо с твоей шеи!» «Воистым Ицовес Яков» Ицов возненавидел Яков «Алаброхо!» «Сто папа ему дал!» «Во имя Рейсов Либи» «Скал Ицов в сердце!» «Икровый имя Ивов Ови!» «Приблизиться дни траура моего папы!» «Тогда вы аргу, я убью» «Яков моего брата!» «То есть при папе, я не хочу, что он не переживал!» «А вот папа, когда умрет, тогда его убьет» «Алаброхо!» 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 «Почему?» «Чтобы я потерял обоих детей в один день» «Алаброхо!» «Интересно, откуда Ривка знала?» «Тоже написано, что Исов подумал в сердце» «Откуда знает человек, что другой думает в сердце?» «Раша говорит, что это Роха Кодыш» «Что Исов думает в сердце?» «Иначе как она могла знать?» «Посмотрите, как Ривка дипломатично сказала мужу» «Алаброхо!» «Она не хотела его огорчать, что Исов хочет убить Якова» «Нет!» «Алаброхо!» «Мне надоела жизнь!» «Мне пны бны с Хейси, за дочери Хейси» «Если Яков возьмет жену из дочери Хейси» «Если Яков возьмет жену из дочери Хейси, как эти» «Мне бны с Орази, дочери земли» «Гому лихаем, зачем мне жизнь» «И Исов позвал Якова и богословил его» «И сказал ему, иди по донорам, возьми там себе жену» «Хотел бы сказать, остановиться еще на одном вопросе» «Исов родился по натуре, как мы видим, таким активным охотником, человеком поля» «По натуре» «У него был выбор или не был выбор» «Мне выглядит, конечно, и сам был выбор» «У него был выбор» «Быть добрым, использовать свою натуру в положительном направлении» «Геморражий нам говорит, что натуру человека многое решает» «А вот как использовать натуру – это выбор человека» «Кто-то рождается, что по натуре он будет проливать кровь» «Он может брать кровь у людей для пользы для здоровья» «Может быть шойха там резать, пускать кровь, проливать кровь» «Может быть моего» «А не дай Бог, если нет, он может быть разбудником» «То есть каждое качество можно использовать в положительном направлении» «У Исавы, конечно, был выбор» «Вопрос другой, что он его не использовал» «В положительном направлении» «Так, Ицхак» «Но любопытно» «При всем этом мы видим, что Исав знает, что означает богословение его папы Ицхака» «Это он знает, правду он знает» «Браху у папы ему очень важна» «Он ненавидит Якова из-за брахи, которую ему дали» «И он просит браху, и после плача он ее получает» «Но браха – это только браха» «Самое главное же достойное поведение» «Исав браху хочет получить» «Вести себя достойно» «Как надо – не хочет» «Он верит в браху папы» «Он знает, что браха имеет большую духовную силу» «И это ему важно» «А вот подчинять себя тому, что Бог хочет» «Это он не делает» «Путий Сав, как говорят медраши, обращают внимание» «Он как свинья, двуличие» «Внешне он выглядит благородным, хорошим внешне» «А внутренне...» «Внутренне...» «Внутри подлости» «То есть двуличие» «Это Исав» «И вот эта натура Исава «Она...» «Она вошла» «В мир Европы» «И я думаю» «В стране, где мы находимся» «Тоже во многие структуры она очень сильно вошла» «Вот это двуличие» «Внешний ласк и внутренняя гнивость» «И мы должны от этой линии отдаляться» «Должна быть правдивость»